Царь небесный Иже везде, Сын, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, Приди, селися мы, и очистины всякие скверны, И спаси, блажен души наши. Господи, благослови. Анна спрашивает, батюшка, как в спорте сохранить ту благодать, Которую мы стремимся приобрести? Как относиться к победам, чтоб не загордиться? Ой, так, гордый человек всегда найдет, чем гордиться, А смиренный всегда найдет, чем смиряться. Вы должны опытно познать, насколько является сокровищем смирения И какой гадостью является гордостью. Это вы должны опытно познать. Пусть будет немножко падения, ошибок. Пусть это поболит вас. Знаете, это должен быть ваш личный опыт. Городость и тщеславие сразу крадут благодать. Молитву. А смирение прям сразу ее возвращает. Поэтому, если вы живете духовной жизнью, В смысле духовной жизнью, не просто обрядовой жизнью, А вот личным отношением со Христом, Личным переживанием благодати, Для вас станет Приобретение благодати, теряние благодати Очень определенным. И в связи с этим Будет теряние благодати, будет больно, А приобретение сладкое. И это будут Принципы вашей жизни. И всегда и везде вы будете этими принципами Пользоваться. Но это не получится сразу. Просто надо понять, что это вам Придется немножко поушибаться. По большому счету все святые проходили Путь становления. Каждый христианин проходит этот путь становления. Пока вот не выкается в горниле искушений Его правильные приоритеты жизненные. Что ценно, что так и малозначащее. Что драгоценно, а что Что приносит печаль и боль только. Опыт будет. Ведите духовную жизнь, у вас будет опыт Жизни с благодатью. И этот опыт будет вам подсказывать. И вы тогда хоть где будете. Я как-то видел Церковную уборщицу, она была Как это Как секретарь президента. Настолько важная. Настолько злющая. А всего лишь уборщица. А были случаи в жизни, когда встречаешь человека, который Занимает пост Но который сохраняет Вежливость, деликатность, скромность Даже. Вот они очень красивые. Дело не в положении, а дело в вашем Чего вы хотите Хотите тщеславиться, вы везде будете тщеславиться. В пустыню вас отправить И вы там лопнете от тщеславия, что Что вы пустынник. Как Помните Вот этот знаменитый случай с Антонием Великим Антоний, ты еще не пришел В меру сапожника И он пошел к сапожнику Поучиться Что сапожник больше его молился Нет Больше постился Нет Скромность в нем была Великая Давай дальше Светлана спрашивает Батюшка, слышала Что смирение Это понятие в духовном смысле Смирение перед начальством Коллегами Семьей Именно в духовном смысле А не в бытовом Как это понять? Может мы Терпим все подряд от начальства А делать этого не нужно Можно разложить слово смирение С миром Это каждая ситуация Вы решаете мирно Это не значит, что Это не Неравносильно тому, что Равнодушно А мирно Мы должны иногда Решать вопросы И Ставить эти вопросы Если мы Умеем их ставить С миром С любовью А когда мы Без любви Мы можем И рот не открывать И взглядом Убить человека Поэтому Смирение Это не равнодушие Это не пассивность Смирение Ну вот я разложил слово С миром Это мирность Духа Которая позволяет Мирно все решать Если ситуация Не позволяет мирно решать Тогда смиренный Отходит в сторону И ждет Ждет времени ситуации Когда ситуация Позволит ему Вернуться опять С миром К этому вопросу Алиса Батюшка Каждую родительскую Субботу Уныние и печаль Папа мой Умер некрещенный Редко приезжаю К нему на могилку Ничего для него Не могу сделать Пою на клиросе А сама молюсь Господи Сегодня буду петь Память папы И все Сразу искушение Состояние Нерабочее Что я могу сделать Для папы В родительские дни Ну про сковиде Не можете подать А дома молиться Можете В частной молитве Молиться можете Поклоны можете делать Иисуса вычитать Своими словами Говорить Это все вы можете Это даже Сможете Это не точное слово Должны Должны Ваша Ваша любовь К папе Вас обязывает Это делать В той мере В которой Допускает церковь И должны Все это делать Просто Знаете Вот чтобы не унывать Нужно принять Эту жизнь Ну как данность Что она Предполагает Скорби Тот кто Не хочет Принять Жизнь Такую Какая она Есть А она Есть Несение Скорби У всех У всех Даже тот Кто всю жизнь Говорит Не несет Скорби У него Все благополучное В семье На работе Он счастлив И в творчестве Везде Все равно Он несет Через всю жизнь Скорбь того Что когда-то Он все это потеряет Люди имеют Благополучную семью Живут в любви 30, 40, 50 лет Ни разу не поссорились Но все равно Они несут скорбь Что кто-то из них Первый уйдет А второй Останется один Скорбеть У кого-то Скорбь больше У кого-то меньше Но она Всегда Присутствует В жизни Это данность Перестаньте Бороться С этой данностью Расслабьтесь Отпустите Вот эта вот Борьба Вас надрывает Борьба Которую Заведомо Вы вступаете Без вариантов Что вы победите Но никто Не победит Терпеть Да Самое сильное Что есть Это терпение Терпеливый Терпеливый Много Сможет Нетерпеливый Испортит Даже что имеет Примите эту жизнь Как данность Что она имеет Скорби И просто По-другому Не будет Перестаньте воевать Не напрягайтесь Смягчитесь Вам сразу Станет легче Алла На клиросе Невыносимо Тяжело Бывает Хоть беги Сложности С настроением Регента Мое смирение Ее только Ожесточает Наш батюшка Советует Терпеть Терплю Но боюсь Растерять Здоровье Уже пью Таблетки Но вариантов Нет Она Ее не меняют Она не смиряется Отношения Меняются Что делать Бывают Критические Ситуации Когда Точка Терпения Все Пройдено Тогда Можно Просто Отойти В сторону Чтобы Чтобы Не надо Рваться Но у Каждого Есть Своя Мера Другое Дело Что Не надо Сразу Соглашаться На эту Меру Испытайте Себя Может быть Есть Еще Резервы Терпения Бывают Ситуации Когда Все Это Крайняя Точка Но Испытайте Эту Точку Это Не Всегда Первое Впечатление Как Понять Слова Из Евангелия Побудьте Здесь И Бодрствуйте Со Мною Или Бодрствуйте И Молитесь Чтобы Не Впасть В Искушение Как Можно Оставаться В таком Состоянии В В молитве Понятно А вот Бодрствовать Это Никогда Не Спать Я Сплю А Сердце Мое Бдит Это Серьезные Слова Ответственные Действительно Святые Приходили В ту Меру Когда Когда Даже Ночью Сердце Их Бодрствовало Даже В состоянии Сна У меня Как-то Был Такой Период Хороший Период Когда Даже Ночью Ко Мне Что-то Скверное Приходило Я Даже Во Сне Прям Сразу Иисусе Иисусе Все А потом Пришел Период И я Стал Удивляться Как Это Так Мне Ко Мне Приходит А я Почему-то Медлю Во сне У меня Нет Вот Этого Быстрого Я Понял Что Когда-то Я Читал Ночью Иисус Молитва Вставал На Час А Потом Перестал Я Уже Был Не В Тонус Вот Не Такой Чуткий Был Нужно Возвращаться Даже Знаете Даже Может Вы Ночью Не Будете Иисуса Читать Во сне Может Так И не Состоится Но Сердце Ваше Даже Во сне Будет Чутко Ко Греху Даже Во сне Грех Будет Приходить А вы Будете Определять Что Вот Вы А вот Грех Даже Во сне Сразу Иисусе 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 Давай Дальше Марина Батюшка Можно ли Пономарю Во время Литургии Молиться Со священником В алтаре Или Должно Находиться В Пономарке Да Спросите У священника Которым Служите Ведь Это Ну Так Просто Это Не надо Через Сю Страну У Меня Спрашивать У Пономаря Рядом Стоит Священник Если Этот Священник Скажет Уйди В Пономарку Ты Меня Раздражаешь Ну Уйдите В Пономарку Если Он Скажет Да Пожалуйста Стой Ты Мне Не Мешаешь Вот Стой Вот Иногда Мы Самые Простые Ситуации Настолько Усложняем Ну Вернее Не мы Усложняем Бесы Нам Усложняют А мы Начинаем Беседовать И Казалось бы Там Выединого Яйца Не стоит Дело А мы Настолько Вот Проблема Спросить Не пробовал Спросил Священника С которым Служишь Да И все Вопрос Изгродна Отец Сергий Помогите Советом К нам Переехала Жить Дочь Мужа От Первого Брака Девочка 14 лет К ней Применялось Насилие Дома Постоянно Говорит О суициде Как При Принятом Ею Решении Все Все Понятно Тут Нет Другого Рецепта Кроме Любви Ее Нужно Отогреть Нет Ничего Другого Не Убедить Не Что-то Рассказать Это Все Не Действует Только Отогреть Ее Сердце Рассказать Помощь И Он Больше Ничего Не Видит Ему Надо А пусть Он Посмотрит Что Этому Мальчику Тоже Что-то Надо Его Семье Что У Него Есть Еще Другие Какие-то Обязанности Вы С Любовью Священнику Объясните Что Да Он Будет Вам Помогать В Той Мере В Какой Возможно Но Есть Еще Другие Обстоятельства Которые Мы Не Можем Нарушать Потому Что И В Школе Его Преподаватель Ждет И К Преподавателю Нужно Уважение Проявлять Не Только К Священнику И На Тренировке Если Он Заявился Как Уже Занимающийся Тоже Не Уважительно Перед Тренером Просто Пропускать Но Я Понимаю Когда Конечно Великие Праздники Рождество Пасха Там Благовещение Но Тут Можно Пожертвовать Но Опять же Тут Тут Уже Надо С Преподавателем Поговорить Объяснить Вежливо Нет Ну И Преподавателю Тоже Как Объяснить Если Вы Борзеете Просто Уже Преподавателю Не всегда Надо Объяснять Преподавателю Иногда Нужно Понять А то Вот Мы Православные Он Должен Нас Понять И Всегда Всегда Везде Отпускать Но Его Преподавателю Тоже Нужно Понять У него Своя Работа Свои Требования И Мы Как Православные Мы Должны Чувства Так Иметь Чувствовать Что Преподаватели Свои Требования И И знаете, вообще нужно поговорить. Когда поговоришь, многое можно решить. Этот же преподаватель пойдет навстречу. Этот же священник войдет в ситуацию и тоже вникнет и скажет, да, да, вот лучше сейчас ему школу не пропускать, у него завтра экзамен. Пусть даже если праздник, пусть он идет, сдает экзамен. Давай дальше. Батюшка, когда Еве змей предлагал яблоко, она знала, что он враг. И сознательно его послушала. Она знала, что Бог друг. И просил ее этого не делать. И она сознательно предала друга. Какая разница там, кто ей это предложил. Будто пусть это не змей предложил. Пусть это помысл ей предложил. Пусть она не знает, кто это предлагает. Она знает, кто для нее Бог. И Адам знал, кто для него Бог. Самое светлое существо, самое дорогое. И эта личность тебе говорит, я прошу тебя, я тебе все дал. Вот весь рай твой. У меня одна просьба к тебе. Вот от этого дерева не ешь. И Адам, и Ева сознательно идут на вот это предательство. Какая разница, кто им это предложил. И даже вообще дело не в том, кто им предложил, а дело в том, что они согласились. Они совершили предательство. Вот и все. Батюшка, скажите, пожалуйста, что делать, если впадаешь в одни и те же грехи, и не можешь в режим войти, и все делать вовремя? Если впадаешь в одни и те же грехи, нужно их выпадать потом. Смотрите, какое величайшее таинство исповеди Бог дал. Какая драгоценность. Он дает возможность попросить прощения и получить прощение. Он знал, Бог, что мы не сможем, вот, прочитав Евангелие, сказать, все, я буду таким, и ты станешь таким. Даже из людей, он никто такой наивный, тем более Бог не такой наивный. И он знает, что человек пока постепенно, постепенно, через падение, через вставание, пока немножко, 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 немножко будет с этим справляться, он, Бог понимал это, и дал такое чудо, ты согрешил, попросил прощения, и он тебе сразу его стирает. Матюшка, как научиться ходить перед Богом и иметь память смертную? Знаете, этому не учиться. Это через вдохновение приходит от Духа Святого. Мы учимся молитве. И даже по большому счету мы понуждаемся, наверное, к молитве. И даже молитва это в руках Божьих. Когда придет Дух Святой, у вас это все естественным образом родится. Естественным образом придет память смертной. Не надо будет приглашать психолога, какие-то технологии употреблять, впихивать себе туда память смертную. Не надо будет ходить на похороны, на кладбище, смотреть на покойников, чтобы как-то себе занозить эту память смертную. Это произойдет естественным образом. Потому что все темы находятся в Духе Святом. И когда вы в Духе, к вам естественно... Вот помните, как Адам с Евой давали имена животным в раю? Они не испытывали их, не изучали. Они харизматически знали свойства каждого животного и давали им соответствие с их свойствами, давали им имена. Они от Духа знали. Вот это природа проницательности, прозорливости. Я думаю, вряд ли какой-то святой объяснит вам технологию в тонкостях своей прозорливости. Ты его спросишь, как ты до этого дошел? Он скажет, я не знаю, мне Бог так сказал. Я просто это знаю и все. Я вел духовную жизнь. Я не занимался рассуждением, я вел духовную жизнь. Занимался молитвой. И вдруг я стал понимать суть вещей. Вот я часто разделяю понятие рассудок и разум. Рассудок – это способность человека рассуждать. А разум – это способность понимать суть вещей. И разум – он не всегда от рассудка. Чаще всего разум происходит от такого подарка харизматического. Бог тебе сказал, и ты знаешь. Давай дальше. Если тебя ругают, а на душе мирно, это равнодушие? Было бы не мирно, была бы проблема. Мирно – опять проблема. Да радуйтесь. Но это, конечно, не высота духовная. Высота духовная, когда неравнодушие, когда ты любишь этого человека. Но это вообще не про нас. Это не в нашей аудитории. Но как понятие мы это… Вот Семен Новый Богослов об этом говорит, что благочестие – это когда ты способен промолчать, уступить. Но это несовершенство. Семен Новый Богослов говорит, совершенство, когда ты наперекор любишь. Вот это совершенство. Батюшка, вы вчера говорили про благоговение, что оно от Духа Святого, и сам человек не может стать благоговейным. Тогда как его приобрести? Если хочешь в пост отказаться от выпечки, или не есть хлеб, или спать, например, пять часов, надо брать благословение? Да не надо, а то вдруг не разрешат. Кажется, это пишут из монастыря. Да. Втихаря делайте, и все. Только радости не будет у вас. Я точно знаю. Ух ты, еще сколько пришло. И любовь не в нашей власти. Бог есть любовь. И что, нам не стремиться к любви? Мы стремимся, мы понуждаемся. Просто надо понимать. Вот тот, кто не понимает, что это от Бога, и вдруг поверил, что это от Него самого, это человек все в прелести. Корень, который гордость. От гордости безумие. А тот человек, когда даже приобрел очень-очень много, но он понимает, что это не его личное, а это от Духа Святого. Дух Святой пришел к нему за его искренность. Покаянную искренность. А не безумную искренность, когда человек думает, вот, Господи, вот, наконец-то. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как правильно объяснить маме, что телевизор смотреть нежелательно? Она вроде бы неплохие передачи смотрит, но по нескольку часов в день. А у меня гул телевизора создает какой-то туман в голове, и молиться очень тяжело при этом. На крышу лезьте. Там антенна стоит. Но не воюйте вы с мамой, проявляйте уважение даже к ее немощам. Идите на кухню, да молитесь за маму. На кухне, если телевизор, ванной закройтесь, что-то делаете. Если вы раздражаетесь, то проблема в вас. И тогда мама вам не поверит, что вы все это делаете ради Христа. Не поверит. Она скажет, это просто ее эгоизм, я ей нарушаю покой, вот она и воюет. Когда вы будете говорить, я ради Христа, она не поверит, потому что ради Христа не бывает вот этого конфликта такого. Виктор. Реально ли мирянам превратить труд по дому на огороде, на работе в духовный спасительный труд? Можно все превратить, лишь бы это не стало страстью. Иногда и труд становится страстью. Трудолюбивый человек вроде бы всегда должен быть красивым, но иногда труд заслоняет Бога, как страсть. Люди всю жизнь протрудились и искренне протрудились, и все дети обуты, одеты, в доме порядок, а Бога нет все равно. Главное, чтобы это страстью не становилось. Стоит ли делать операцию по удалению желудка? Диагноз – рак желудка. Маме 80 лет. О, я сейчас боюсь глупость какую-нибудь сказать, пусть с врачом советуют. Врач знает состояние ее сердца, крепость ее сил. Мне кажется, вот безответственно священнику какого-нибудь через страну не знает ни человека, ни диагноз, ничего. Сейчас сказать – делайте, не делайте. Но это не то, что безответственно, даже бессовестно. Дорогой батюшка, посоветуйте, пожалуйста, моему внуку Вадиму 15-й год. И изредка ходит в храм, исповедуется и причащается. Периодически, когда заболевает, на него нападает страх смерти. Что с этим делать? И как ему помочь справиться с этим недугом? Помолитесь за него, пожалуйста. Спасибо, Господи. Ой, не пытайтесь крайностей. Одна крайность, что он слишком обеспокоен, другая крайность – совсем эту тему убрать. Ее надо просто смягчить. Поговорите с ним, что как бы это есть в смысле нашей жизни – смерть. Но до смерти есть еще целая жизнь, которая вмещает в себя очень много хорошего, плохого. Дай Бог, чтобы хорошего было больше. И тогда к теме смерти подойдете более спокойно, мирно. Избегайте категоричности смягчить эту тему, а не совершенно обрубить ее. Батюшка, в семье двое детей, сын 20 лет и дочь 9 лет, стали сильно ссориться и задирать друг друга. Уговоры примириться не помогают. Что бы вы посоветовали, как отец семейства, Наталья? Ой, да не паникуйте. Вот дурак, 20 лет ему, маленькую девочку обижает, 9-летнюю. Никак не повзрослеет. Ну, я думаю, 20 лет хватит у него ума, чтобы ее там, ну, сильно-то не обидеть. Правда же, да? Ну, то, что ссорятся, да, ну, это все ссорятся. И мы ссоримся. Я только вчера думал, когда-то мне все время говорили, «Ой, ты духовник женского монастыря, ты мученик». А я все время говорил, «Не, у меня не так, у меня все по-другому, у меня хорошо». А теперь у меня уже их 40, и я вчера думаю, «Ой, я мученик». Когда было 5, вроде ничего, 10, терпимо, 15, еще потерпим. Когда 40, ведь еще понаедут. Батюшка, вот трудница монастыря спрашивает. Вы вчера дали прекрасное наставление по поводу благочестия и благоговения. Спаси Господи. И в том числе сказали, что благоговения сам по себе человек иметь не может. Как не напрягайся, так как это дело Святого Духа. Правильно мы ли поняли? Да. А как тогда человеку приобрести благоговение? Ну, один и тот же вопрос уже повторяется второй раз. Да, я тут уже еще. И Евангелие мы исполнить не можем. Мы можем нудиться, терпеть и нудиться, падать, вставать, скрипеть, стонать. Нудиться совершать правила, да? Исполнить нудиться. Господи, это не только правила. С благоговением относиться к человеку. Мы должны нудиться. Но мы никогда не родим... Понимаете, благочестие, то, что мы понуждаем в себя. Вот это благочестие. Но оно не совершенно, потому что оно, это понуждение. А когда наше понуждение соединится с благодатью Духа Святого, оно станет уже не понуждением, а нашим состоянием. Понимаете? Это не только вот одно, второе, третье. Это все. Вся наша жизнь духовная. Понуждение исполнять заповеди. Я не верю, что кто-то сам собой может исполнить заповеди. Вы извините меня. Вот однажды один монах обвинил меня в ереси, когда я сказал, что я не верю, что человек может исполнить заповеди. Он говорит, ты еретик. Бог не давал таких заданий человеку заранее неисправимых. И извините меня. Может быть, кто-то из вас сидящих может сказать такую безумную фразу, что он сам по себе может исполнить заповедь. Ащи не Господь, да никто не может. Я могу понуждаться к исполнению заповеди, стремиться это сделать, но в совершенстве это у меня не получится, если Бог не укрепит. Помните известная фраза Понтия Пилата, что есть истина? Христос говорит, я есть истина. Я есть истина. Я есть мужество. Я есть любовь. Я есть вдохновение. Можно продолжать, продолжать вот эти слова Христа. Он есть. Все в православии, все христоцентрично. Без Христа театр. Ну, кувыркайтесь, пробуйте сами. Да ничего не получится. И слава Богу, что у нас не получается, что мы наконец-то приходим к той точке, когда мы начинаем наконец понимать, что нам нужен Спаситель, что мы погибаем без Него, а мы сами выплатить не можем. Нам нужен Спаситель, нам нужен Путеводитель, нам нужен Вдохновитель, Дух Святой. Поэтому мы стремимся к благоговению, мы понуждаемся. Это не значит, что я вот сейчас зайду в алтарь на цыпочках, и это будет полностью моим состоянием. Нет, я могу не ощущать страха Божия, но я понуждаюсь к этому. Я могу небрежно совершать литургию в связи с тем, что я до конца, до самой глубины не переживаю вот этого таинства. Слава Богу, что я сразу не переживаю. Нужен процесс понуждения. Оно дает смирение, дает терпение и дает потом результат. Но я понуждаюсь, сам себе говорю, это страшное таинство, стой внимательно, думай об этом, а не о том, что будет после литургии. Я все время понуждаюсь. Понуждаюсь на испови, чтобы на кого-то не заорать. Это я понуждаюсь к терпению, которое хотя бы начало любви. Я понуждаюсь. Понуждаюсь в отношении с сестрами, чтобы опять же не сорваться, что-то грубое не сказать. Понуждаюсь. Благоговение еще, вот я вчера вам говорил, когда человек понуждается хотя бы промолчать, когда ему что-то не нравится. А бодрить кого-то, когда ему нет. Понуждая, мы понуждаемся через это понуждение, со временем к нам присоединяется благодать Духа Святого. И происходит благоговение, когда человек в благодати начинает ощущать Христа во всем, в каждой детали, в каждой ситуации. Как вот помните, перед Ветхозаветом, в Ветхом Завете, про Авраама, про других благочестивых людей, была такая фраза, он был праведен и ходил пред Богом. Ходить пред Богом – это на цыпочках. А ходить без Бога – это топать бессовестно. Поэтому вот если кто-то у вас скажет, что вы какими-то технологиями достигли благоговения, я не поверю. Извините меня, можете не понять меня. Но я вот по себе скажу, я не верю в это, у меня так не получается. У Бога получается, да. Когда я с Богом, тогда все получается. Когда без Бога, какие бы я книги не читал, какие бы средства не употреблял, ничего не получается. Все что ли? Нет. Иерей Ярослав из Украины спрашивает, как вы относитесь к людям, которые принимают священный сан в 40-45 лет? И что можете посоветовать или пожелать таким ставленникам? Как я к ним отношусь? Хорошо я к ним отношусь. Тем более 40, что, возраст что ли такой? По-моему, по уставу церкви там раньше 30 никого не рукополагали. Сейчас рукополагаю, это может и в 20, и в 18 могут рукоположить. 40 лет – это зрелость человека. Но даже, может быть, еще не самая зрелая зрелость – 40 лет. Нормально отношусь. Лишь бы этот человек относился к своему рукоположению. С правильными понятиями. Ради чего он рукополагается? Он не профессию себя выбирает. Это образ жизни. Давай дальше. Надежда. Здравствуйте, Отец Сергий и сестры. Когда молишься Иисусовой молитвой, слова проговариваем внутри себя. При вдохе слова как бы за вздохом. При выдохе – против вдоха. И концентрируем внимание в области сердца. Или смотрим сразу в область около сердца. Только не задохнитесь. Дочка, у меня какой-то серьезный вопрос. Нет, конечно, серьезный вопрос. Нормальный, естественный вопрос. Святые отцы практиковали Иисусову молитву с дыханием. Просто мы этого не делаем, поэтому я не буду комментировать. У вас, вам так удобно, делайте дело. Вот знаете, я часто отвечаю одно и то же всем людям, которые панически боятся Иисусовой в связи с тем, что они считают, что она вводит в прелесть. Да не Иисусова приводит к прелести, а гордость. Гордость, которая рождает мнение в человеке. Мнение, что он уже все познал, он правильно разбирается. Его мнение начинает противоречить с мнениями других, сердить его, злить, оценивать других. Даже тех начинает оценивать, кто вчера был для него авторитет, а сегодня вдруг его мнение выросло, раздулось. И он уже, вчера там Анна ей говорила, она прислушивалась, потом она стала выше Анны. Пошла к отцу Василию. С отцом Василием год пожила, выросла выше. Отец Василий, помолчите, я знаю лучше. Как вы знаете, вот эта прелесть, как развивается. Святые отцы очень хорошо объяснили, как это. Сначала человек скажет, что мне отец Василий. Потом скажет, что мне епископ. Потом скажет, что мне патриарх. Потом скажет, а что мне апостол Павел, и он был человек. А кончится тем, что он скажет, а что мне Христос. Я сам ответственен за свое спасение. Я буду сам себя спасать, как мне кажется, правильно. Вот так развивается прелесть мнения. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи. Ирина, если при Иисусовой молитве внимание находится в верхней левой части груди, но не в определенной точке, а как-то размыто, занимает большое неопределенное пространство, и как будто даже и вне тела, где-то немного впереди. Нужно ли начинающим стараться собирать внимание более точечно, у сердца? Или это само собой со временем произойдет? Спасибо, Господи. Мы немножко утесняем внимание, но лишь бы не было какого-то ажиотажа, разгорячения, паники какой-то. Все делайте мягко, постепенно. Да, мы утесняем ум в область сердца. Там стараемся его остановить, чтобы он не блуждал, нигде не бродил. С дыханием прежний вопрос тоже помогает вам. Делайте, только следите не за тем, как вы делаете, а за качеством вашего, за вашим качеством. Хуже вы становитесь, значит, вы ничего-то неправильно делаете. Если вы остаетесь в послушании, в вежливости к духовнику, пожалуйста, делайте. Елизавета, можно ли Иисусову молитву со вниманием в сердце делать на работе? При большом скоплении людей, при большой суете, при частой ругане работников на работе, при умственной работе, работаю инженером. Ой, слава Богу, не пилотом самолета, а то разобьет всех. Очень тяжело дожить до вечера в этом аду. Да можно, конечно, просто практика нужна. Почему Иисусова предполагает очень много? Когда ты очень много ее читаешь, она переходит в свою привычку. Привычка – вторая натура. И она уже сначала устная. Привыкаешь к устной, и уже можешь ее говорить без понуждения. Правда же? Вот к чему мы привыкли, уже нам не надо понуждаться, мы уже легко говорим. Потом ты устную молитву немножко к вниманию привычаешь. Это бывает тяжело. Ум бунтует, противоречит, убегает. А ты делаешь, делаешь, делаешь. И потом, и тут привычка приходит. Если еще благодать Божья помогает, еще легче. Давайте. Виталий, как вы относитесь к епископу Варнаве Беляеву и к его книге «Основы искусства святости»? Не знаю я. Я не читал. Что-то кто-то на хулиганил. Не разберу почерк. Можно ли батюшка? Волка нарисовали, это, наверное, меня. Причем ты его. Это не просто, по-моему. Господи Иисусе Христе. Можно... Ау. Ну, даже записка похожа. Можно ли батюшка сойти с ума и самому не заметить этого? Ну, это всегда так и происходит. Обычно им не докажешь. Батюшка, вот мы рождаемся, и с нами ангел. Мы растем, и он тоже растет, и большим становится. Или он маленьким остается? Танюшка, я не знаю. Эти вопросы ты, наверное, лучше знаешь. Некоторые вещи дети лучше нас знают. А мы... А мы... Ой... Че, есть еще вопросы? Че, с Копенгагена опять ничего нет? У нас, другу нашего монастыря сегодня день рождения, Дмитрию Лепешкину из Сургута. Дима, дорогой наш любимый, мы тебя поздравляем с днем рождения. Очень тебя любим. А еще с самого начала у меня прям на языке вертится. Это Корнилию привет передать. Все хотят? Отец Корнилий. Тут матушки это... У нас есть перестали. Спать перестали. Пить перестали. Куры заболели. Корнилий, возвращайся. Один я еще только ем. Все, прям вопрос? Да, вопрос. Иисус сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Как понятие это применимо в жизни? Применительно к жизни. Да как? Старайтесь хотя бы понемножку учиться предпочтение ближнему отдавать. Но в той мере, в которой это возможно. Конечно, никто с нас не требует, чтобы мы сейчас сняли все рубашки, пошли в бездомную модель. Но в какой-то мере пробуйте предпочтение ближнему. В споре, может быть, хотя бы замолчать. Не спорить. Это тяжело. Вы знаете, сатана, как он такая хитрая уловка сатаны. Он старается всегда нас в самую крайнюю точку спровоцировать. Он старается нарушить постепенный наш ход в Царствие Небесное. Он говорит, давай сразу сиганем туда. И чаще всего человек ломает руки, ноги. И ничего не достигает. А Господь предполагает, не спеши, понемножку. Сегодня миллиметр, завтра два, послезавтра сантиметр. Вот так. А сатана старается вот сделать, спровоцировать нас на этот рывок, чтобы мы расшиблись и потом пришли в отчаяние и сказали, ой, у нас, наверное, ничего не получится, пойдем обратно. Все вопросы, да? Достойно есть такого истину Вложите тебя, Богу, Родицу Присно блаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувин И славнейшую без сравнения Серафим Безысления Бога слова родшую Жстущую Богородицу Тя величайя Богу нашему слава всегда ныне и пресно и некий веков. Аминь. Богородицу 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 Богородицу